Сегодня 13 августа 2015 года, праздник Маковей на Украине. Вот здесь около Владимирского собора, здесь и пчеловоды, и здесь вот выставка оберегов можно приобрести. А Сергей Степанович мельник, пчеловод и села Сейлище. Сергей Степанович, хотел спросить вас про ваших пчелок на вашей пасеке. Как они в этом году, как вы им помогали, чтобы они не болели? Развитие весеннее хорошее, но плохо то, что наша агрономия много травит, химия и пчелок. Вот это самое пагубное и самое плохое для пасек. Наша Украина не придерживается технологий, обработок полей, губит много пчелок на полях, травит. Это уже минус в нашу сторону Украины. Этим бороться надо, предупреждать пасечникам надо, от того, что они делают, химические обработки. В основном пасечник сам регулирует, обрабатывает пасеку. От заболеваний, таких как печь, обработка вовремя должна быть, все другие вирусные заболевания, грибковые заболевания. Обрабатывается именно самим пчеловодом. Все делать надо вовремя. Говорится, откачал вовремя, обработал вовремя, закормил вовремя. Это правильные работы пасечник, которым должен быть заниматься и вести тот запасек. Все остальное в жизни каждого пчеловода покажет перезиму. Как сделал пасечник, так она и перезимует. Обработал, подкормил, сделала хорошо. Значит, хорошо перезимует. Если плохо сделает, значит, неплохо можно перезимовать. А вот как сейчас жаркий сезон? Как пчелы чувствовали, как они нарастили семьи сейчас? Были проблемы? Всем жарко. Нам тоже жарко, и им жарко. Стараемся пасеку постоянно, чтобы вниз стояло, в лесу смыло, в лесу, прятав на рыбу. При жаре правильно, пчела не работает, надо сидеть на улях бородой. Тогда получается у нас эффект ни меда, ни работы. Они просто вентилируют себя. Вентилируют, векучаются, да. А загружать пасеку всегда надо. Переезжать на медосборье, дать им работу, загрузить. А тогда пасека будет у нас рентабельная, производительная. Если ее вовремя когда-то перевезти хорошими досборьями. Это уже сугубо физические затраты, которые несут пчеловоды, перевозят. Занимается именно кочевкой. А где вы были в этом году? В этом году я почувствовал с весны первые переезды, там я Ханев, на Акасы езжу. После Ханева переезжаю на Липу, Черняхильский район, село Липки есть теперь. После того переехал вчера на концовню с речкой Полтавска, там Березовая Рудка, Раборовка. В таких селах я там езжу, занимаюсь, где больше, чернозем, сбор хороший. Хорошего влияния меда. Туда стараемся перевозить пасеку. А вот вы говорили, пчел норят. Кто сталкивался, ваши коллеги или вы сами даже? Я сам даже сталкивался в этом году, в весне, в котором у меня, допустим, посыпались пчелы от химической обработки. Но я вовремя потом с дома уехал и прекратился падеж пчел. С пчелами просто переехали уже, откачивали. В селе, да, была обработка химическими препаратами полей. Вот поэтому и начинается пчела полипать. Вот просто рядом с вашей пасекой где-то была обработка. Да, рядом с хозой обработка, и это идет паубно на пчелоселе. И никто никого не предупреждает. Никто никого не предупреждает, они стараются так работать, ночью обрабатывая, что никто не видит. Тихонько обработали, а пчеловоды... А пасеково гибнет потом. Да, поэтому это такая проблема, и с этими фермерами трудно побороться. И доказывает то, что это самое не пагубное для пчел, а все равно оно пагубное. Конечно. Все препараты, которые за границей идут, они не по-нашему все пишут, и не разобрать. Чего там компонент. А все равно химическая обработка, которая даже взять, если против бурьяна, это взять даже не против насекомых, а против бурьяна обработка. И тоже влияет на пасеково. Конечно. Потому что это химическая обработка, которая отмирает в клетке живее. А если в клетке живее отмирает растение, на растении погибают те самые насекомые, как и пчела. Да, и стоит ей только сесть на этот бурьян, и она тоже погибает. Она пыльцу собирает, пыльцу на том же самом бурьяне, на том же самом, в котором же обработали химическим препаратом. Да, поэтому... Получается, она даже не от нехтара, а вот даже пыльца, которая собранная, уже начинает пропадать. Ну, все равно, наверное, вот раз вы выставляетесь в этом году уже на Макове, урожай меда есть. Да, в этом году урожай меда хороший. Слава Богу, коррежающий, качуичий, это позволяет хорошее снять вырожание. Я в этом году не жалей, урожай хороший снять. Спасибо большое, Сергей Степанович. Успехов вам, хорошего меда, чтобы пчелы не болели, чтобы семья ваша была здоровой. И всего вам доброго. Спасибо вам за это. Удачи вам.